здравствуйте уважаемые любители шахмат в нашем сегодняшнем первом выпуске речь пойдет о партии которая была сыграна в первом туре сегодняшнего игрового дня ну по общему счету это девятый тур а встречались с ним сергей карякин и магнус карсон ну вы помните конечно что эти два красмейстера сыграли знаменитый матч на первенство мира классическая чемпионат мира тогда проходил в нью-йорке и основная часть матча закончилась в упорнейшей борьбе со счетом 12 12 затем магнус карсон очень уверенно хотя и в упорной борьбе не так убедительно как фабиано каруану два дня спустя два года спустя обыграл таки сергея и вот сегодня эти соперники играли между собой причем сергей выходил на партию в качестве одного из лидеров он делил первое место хика с хикару накамурой а магнус карсон отставал от него на целое очко белые фигуры принадлежали сергею это обстоятельство но не позволяло утверждать что чемпион мира в данном поединке является фаворитом хотя с другой стороны ну магнус есть карсон магнус есть магнус и этим все сказано итак е4 собирал карякин c7 c5 сицилианская защита и вот здесь не конь c6 а е6 скорее всего так показалось в этот момент магнус карсон собирается при другом порядке ходов все-таки вырулить на свой любимый в последние годы вариант свешникова однако после d4 удара удара следует неожиданно то есть понявшийся уожиданно а вот здесь вот магнус играет не конь c6 а d7 d6 позволяя сопернику то есть сергею карякину разыграть применить атаку кириса который начинается ходом g4 ну когда-то свое время когда я активно играл шахматы если мне давали возможность сделать этот ход то я считал что пол дела сделано что у белых уже определенное преимущество но я думаю что такого или примерно такого мнения придерживается большая часть гроссмейстеров однако чемпион мира есть чемпион мира и он заготовил нечто до некоторой степени неожиданное то есть он не играет ни h6 там ни h6 а сразу же завязывать напряжение центре с помощью хода e6 e5 у белых выбор и вот любопытно что уже в этот момент на столь раннем этапе сергей задумался то есть он мог сыграть или конь f5 или слон b5 шах если белые сыграли конь f5 что выглядит самым естественным продолжением то после h5 белом трудно удержать центр так как случае g5 черные могут взять на e4 бить конем на e4 плохо из-за слон бьет f5 а после сильнейшего конь g7 шах слон бьет g7 и конь e4 черные тут же начинают контрагру в центре с помощью d6 d5 и у них все в порядке сказать что у черных преимущество нельзя позиция сложная например после конь g3 h4 и начинается очень такая непонятная игра можно сыграть конь h5 атаковать слона он устребляется на поле f6 короче говоря здесь также все не ясно но после d5 у черных контрагра неплохая но белые вправе вот при таком порядке ходов то есть после хода h6 h5 h7 h5 сыграть здесь слон g5 позволить сопернику взять на g4 ну как вы видите черные поля салатового цвета следовательно это в партии не встретилось так вот в этом варианте белые играют конь d5 связывая черного коня на поле f6 это для черных неприятно слон бьет f5 здесь важно то что нельзя невыгодно белым братья еф по причине ферзь a5 шах теперь слон до 2 играть нельзя подвиснет конь и вообще конь висит его атакует конь cf6 и ферзь a5 который дал шах поэтому нужно играть конь c3 и тогда черные играют конь d7 заканчивают развитие пешка на g4 у черных лишнее и все у них хорошо у них преимущество то есть вот в ответ на слон бьет f5 белые в промежутке были бы обязаны взять на f6 gf разумеется ход ферзь a5 не уместен из-за b2 b4 теперь взятие на f5 и возникает очень странная позиция странность состоит в том что если белые неосторожно возьмут на g4 сделают вроде бы самый естественный ход то после ферзь a5 шах нужно отступать конем и черные сыграют d5 получая великолепную игру и у них преимущество но белые вправе продолжить такое позиционное давление с помощью ладья g1 они играют без пешки наиболее вероятен обмен пешками ладья бит h2 ладья бит g4 ладья черных должна вернуться назад поскольку атаковать белого короля она не может а запускать белый владел на g8 ну смерти подобно здесь например a4 то есть белые играют без пешки но на зажим и у них получше например ферзь a5 неуместно по причине b4 и белые только спасибо скажу что им позволили надвинуть пешки на ну можно сыграть слон а6 это видимо сильнейшее продолжение и теперь или конь c3 или a4 a5 ну вот конь c3 заслуживает внимание так как таким способом белые пытаются перевести коня на оптимальную позицию на поле 4 атакует пешку d6 а в случае слон g5 наверное лучшего как ни странно продолжение не очень опасно для черных ферзь бьет d6 по причине ферзь е7 и вот после размена позиции близко к равной хотя может быть у белых нет у белых лучше конечно белых лучше здесь тоже лучше конь c5 там ладья c4 пешок поровну атака черных по линии аж не идет всегда можно сыграть король f1 белые могут постепенно подготовить продвижение b2 b4 могут подготовить перевод ладьи и на d1 и по линии d что-то она будет делать или даже иногда через поле a3 ну вот не пошел конь f5 сергей задумался продумала некоторое время было понятно что магнус карсон все эти варианты прекрасно знает изучил подготовка у него мощнейшая в том числе их матча на первенстве мира и вот он сыграл сергей корякин данном случае у которого тоже великолепная подготовка дал шах этот ход примерно равен равноценен ходу конь f5 по своему так сказать качеству слон d7 это лучшее возражение на конь d7 конь f5 спасибо и важно что почему белые играет слон b5 нельзя сыграть конь c6 в идеале черным было бы развить коня на c6 здесь это невозможно то есть на d7 должна стать одна из черных фигур слон d7 играет карсон размен на d7 конь f5 белые близки к завершению своего плана если они оккупируют все белые поля у них будет большое преимущество но h5 вот такая контр игра возможно со стороны черных вышибается опора из-под пешки g4 она должна бить на h5 почему потому что если двинуть пешку вперед g4 g5 то срабатывает та самая идея о которой мы уже говорили о которой мы знаем именно конь бьет е4 но наверное конь бьет е4 лучших вот конь g7 здесь неуместно слон же 7 потом d5 после взятия на и 4 у черных будет лучше а если здесь играть конь бьет е4 и ферси f5 белые конечно могут отыграть тут же пешку могут сыграть более агрессивно не бить на d6 это проигрывает после взятия взятия ферси 4 теряется ладья на поле h1 поэтому нужно сыграть ферс d5 оккупирует центральные поля и начинается сложная такая вязкая игра ученых лишние пешка берут компенсация но сюда белом идти как-то не хочется и g5 сергей карякин не играет а делает тот единственный альтернативный ход который возможен а именно жаж то есть черные испортили белом прическу но в данной ситуации конь е4 уже не столь хорошо и черные берут коль бьет h5 теперь как ни странно вот наши электронные друзья современные продвинутые компьютерные программы советуют белым сразу сыграть конь g3 и коль скоро такой совет поступает то к нему нужно отнестись с полной серьезностью в чем здесь дело дело в том что сыграть конь f4 что выглядит самым естественным тогда салон бьет f4 взятие взятие и конь h5 вот то что белые могут не на и в 5 не на и 25 а на h5 ну в глаза не бросается пешка и в 4 мало того что атаковано ее невозможно защитить а с ручей хода g7 g5 следует конем 6 вилкой теряется черный ферзь а иначе пешку не защитишь самое естественное конь c6 и конь бьет f4 но и белый все-таки лишнее пешка без полной компенсации с какой-то минимальной компенсации у черных но без полной компенсации это уж точно то есть конь f4 это не то конь f6 тоже не то потому что тогда салон g5 и белые идеальным образом расставляются они или меняют коня на f6 или сгоняют его оккупируют конем c3 поля d5 и просто доминирует по белым полям с очевидным преимуществом лучший ход здесь это g7 g6 и тогда конь d5 вот так вот мог играть сергей то есть это не дает белом значительного преимущества но все-таки белые остаются сильнейшей стороной хотя то что мы увидели вот сейчас увидите позицию из варианта а то что мы в партии очень похоже на то что сейчас стоит на доске конь d5 сразу сергей сыграл сергей корякин последовало конь c6 и слон g5 то есть белые не тратят время на какие-то ходы типа h2 h4 с другой стороны они не сгоняют черного коня они утратили такую возможность коня h5 который на самом деле стоя на h5 является очень хорошей очень эффективной защитительной фигурой и после g6 конь все-таки отступает на g3 но несколько худший для белых редакции и здесь на слишком значительные преимущества белые рассчитывать не могут но угроза есть очевидная простая и так далее то есть конь бьет h5 и конь f6 шах срой же 7 поле f6 прикрыто белые могли сыграть конь бьет h5 это заслужило внимание с последующим h4 вот такой вот зажим конь d4 самое сильное возражение конь устремляется на поле е6 но белые могут опередить его упредить перевод с помощью хода слона f6 меняться на f6 нельзя из-за вилки поэтому король f8 лучшая защита c3 конь е6 ладья g1 с тем чтобы не позволить черному коню зачем ладья g1 это защита как ни странно от угрозы конь f4 если конь f4 черные сыграют зевнув очевидную вещь то после слон бьер g7 взятия на f4 и взятия на h5 у белых лишняя ладья так как пешка же 6 связано не зря белая ладья встала на поле g1 ну а после ладья 6 лучшего хода со стороны черных белые могут дать шах вот такой вот затем вбросить ферзя и лучший ход за черных еще один ход назад ладьей такой пешком ладья отступает защищает всех на свете уходят из-под ударов не опасаясь теперь хода кони f6 ну который сделать можно но он ничего не дает потому что слон бьет на f6 пройдет у белых но матовых угроз не будет никаких давайте попробуем что будет в случае хода кони f6 интересно стало поставить эту позицию и посмотреть что же будет учебные начинают контрыгру совершенно конкретно с помощью хода ферзь a4 они не дают белом бракировать длинную сторону берут под контроль пешку стоящего на поле и 4 хотя здесь в общем все-таки у белых получше после радио d1 может быть и сюда белом имело смысл пойти в этом варианте если бы он встретился но может играть и слон g5 что не очень много обещает белым после взятия взятия и ферзь h3 ферзь е2 все-таки митрешпиль у белых лучше с преимуществом а знаете не такое маленькое преимущество на нас сюда все-таки лучше идти а не тот не в тот вариант который только что мы показал у белых плюс у белых заметный плюс и вот может быть с этим стоило сергею взять на h5 но сыграл c3 он естественным образом так сказать рукой прикрыл поле d4 отражение черного коня от перевода его через поле d4 на поле 6 ну коня в 4 теперь это не единственный ход за черных который сохраняет за ними нормальную игру все остальные решения не связаны с этой временной жертвой пешкой приводили к заметному преимуществу белых значительным преимуществом а коня в 4 обостряет борьбу но позволяет разгрузить позицию теперь если конь бьет f4 взятие слон бьет f4 за черные делают длинную рокировку и обратите внимание как изменилась структура позиции черные не имеют теперь плохих фигур у черных открытый линия для работы ладьи раньше этот фактор был несущественно и черные например после срона е3 и d5 могут вскрыть игру сыграть конь е5 не меняя ферзей с угрозами ферзь b5 ну может быть конь g4 конь c4 не опасаются черные взятия на поле a7 поскольку начнется атака на белого короля лучший ход видимо для белых здесь ферзь b3 тогда ферзь бьет d5 ферзь бьет d5 ладья бьет d5 короткая рокировка конь f3 и затем конь h4 и видимо вот в основном так сказать продолжение получается ничья повторением ходов хотя белые могут конечно здесь попытаться заиграть на победу h3 чтобы на ладья бьет h3 сыграть король g2 напасть на две фигуры и получить преимущество но тогда g5 и у черных свои плюсы ладья d1 например ладья b5 конь е4 такой вариант наиболее естественный конь d6 шаг белые забирают на f7 черные не могут брать по-прежнему на h3 из-за хода король g2 но они могут то есть невыгодно там же 4 черные не проигрывают фигуру но белые вторгаются и начинают решающую атаку ну а тут что тут ладья d7 у белых получше вот у белых получше в этой сложнейшей позиции которая могла возникнуть если бы белые взяли на f4 так сергей корякин не играет делает самый жесткий ход h4 все-таки уповая на свою инициативу в миттельшпиле действительно слон g5 стоит отлично конь d5 великолепен его можно конечно разменять не зря черный конь прыгнул на f4 и это происходит конь бьет d5 ферзь бьет d5 слон h6 ну теперь можно было рокировать в длинную сторону я думаю что так сыграло бы большинство шахматистов но не гроссмейстер и экстракласса которые начали думают а стоит рокировать на может что-то альтернативное найдется вот здесь в таком варианте естественно взятие взятие черный держится потому что ладья h8 не опасно король уйдет на поле е7 и что дальше атаки нет ферзь на d5 стоит хорошо вроде бы централизованно конь на f5 не может попасть то есть пристать черному королю нельзя можно только разменять ладьи и позиция выровняется поэтому получше и сыграть ладья b1 и после конь d8 черный держится черный перегруппироваться вот таким вот образом ферзь c6 например это приблизительное развитие событий у белых получше у белых получше у них контроль над полем d5 у них владение линяш которая пока что ничего особенного белом не судит но не видимо ничего смертельного для черных не происходит и может быть длинная рокировка была оптимальным ходом с практической точки зрения так сергей карякин не сыграл задумался задумался и довольно быстро правда раздумья был не очень долгим сыграл слон f6 атакую черную ладью на что черным не выгодно играть ладья h7 на это собственно и делал ставку сергей играя слон f6 тогда h5 и у белых преимущество очень важно что на слон f4 можно сыграть ладья g1 и если черный сыграет слон бьет g3 то сразу выигрывает за белых взятия на g6 так как fg невозможно из-за мата на поле g8 в один ход а если ладья h6 ну что тогда ладья бьет g3 пешка по-прежнему не уязвила угрожает g7 но черных ученых просто безнадежная позиция у них нет пешки и все у черных в этом положении плохо ферзь g4 здесь можно сыграть в этом опять же разветвление которое в партии не встретилось тогда конь e2 атакован ферзь ладьей и белый конь хочет взять на f4 черного слона например ферзь бьет h5 конь бьет f4 взятие ферзь бьет d6 белые выиграли пешку хотя на самом деле только восстановили материальное равновесие но слон с ферзем работает великолепно и после ферзь f3 и ладья d1 но черных тяжелые позиции нельзя брать на 4 из захода король d2 потом ладья е1 и черным король или получит мат или что-то похожее черные ладьи не соединены черный король в опасности и спасения у него не будет если ладья h2 атакую пешку f2 с идеей дать мат тогда просто ладья f1 по-прежнему брать на e4 нельзя за король d2 потом ладья е1 а после ферзь g4 и король d2 у белых просто перевес перевес не смертельный не сказать нельзя сказать что у белых выигрышные положения но то что у них лучше и заметно лучше это бесспорно например можно сыграть здесь ферзь d7 я вот так думаю разменять ферзей и в окончании ну шансы на спасение у черных будут безусловно слонов можно сказать слонов 4 приставать к пешке пешка наверно выигрывается рано или поздно и лишняя пешка это не так мало тоже не победа но большой перевес это к вопросу о том почему плохо ладья h7 и почему так магнус не сыграла почему нашел и сделал сильнейший код конь е7 вообще вот я могу отметить что в этой партии которая играла с быстрые шахматы с контролем 15 минут основного временного капитала с автоматическим добавлением всего лишь 10 секунд после каждого сделанного хода соперники демонстрировали игру высочайшего класса то есть никаких вот таких явных пробоев просмотров глупости не было были очень взвешенные очень мудрые подчас решения итак конь е7 атакован белый ферзь ферзь отступает ладья на h8 под ударом но теперь она идет уже до поля h7 и того что было раньше теперь нет h5 не так опасно ладья d1 ладья d8 пешка стоящая на поле d6 защищена h5 следует после включения таких двух ходов вроде бы белые прорываются делают то же самое да не совсем так как слона в 4 такой промежуток находится в распоряжении черных и никаких матующих угроз после того как белый ферзь издан с поля d5 уже нет взятие на g6 в аналогичных вариантах ни к чему не приводит так как с поля d5 ферзь не может торгнуться на поле g8 ну взять и на g6 ладья бьет h1 конь бьет h1 fg позиция как ни странно практически выровнялась то есть черные консолидировались черные отбились у них неплохой слон на f4 у белых неплохой слон на поле f6 слабости серьезных нет какая-то слабость черных на g6 но вот конь g3 ход логичный коня нужно включить в углу на h1 он стоит плохо ферзь е6 ферзь b5 шах ладья d7 и слон бьет е7 играя сергей корякин поскольку слон уже он атакован отступать ему некуда это не самая лучшая фигура это был грозный слон а теперь это ну это слон может превратиться в их или своего пету в игре белых если он его пытаться сохранять поэтому вовремя надо его разменять король бьет е7 конь е2 пограживает взятие на f4 слон отступает ферзь d5 разумеется белым выгоден размен и если бы белые взяли еd поначалу наши электронные друзья рекомендуют этот ход потом так сказать осмыслив его последствия и последствия хода ладья d5 отказываются от первоначальной задумки тогда черные сыграли бы король f6 скорее всего на конь g3 слон h4 и важно что нельзя невыгодно играть конь е4 из-за того что король атакует коня f3 невозможно по кодексу так как позади этой пешки находится по диагонали белый король пешка f2 связано а при отступлении ну слон g5 и видно что у черных более активная игра ладья h7 вот-вот будет сыграно и белым трудно защищаться хотя сказать что у них позиции проигранные это будет преждевременно здесь получше поэтому играть не конь е4 не делать это про мячем ход а кони f1 и получается скорее всего ничья так как белые хотят выгрузить коня на поди е4 зак подкрепить его пешкой а еще лучше королем и у них будет лучше но черное атакует белого коня на е4 невыгодно играть за король f5 мы это уже видели а если отступить назад у слон g5 и позиции повторяется но ладья беда 5 ход прямо скажем не хуже примерно разоценный и вот мне кажется что этот момент а соперники примерно поровну потратили времени хотя большая часть моментов партии все-таки опережал по затраченному времени и отставал по оставшемуся от своего соперника сергей коряхин но иногда выравнивались соперники ситуация подравнивалась и в общем паритет определенный поддерживался ладья же 3 атакует слона разумеется ладья h1 белый должен играть в ладья же 1 поле до 2 салом следует размен размен и черные играют d5 и здесь я думаю у многих возникло ощущение что может быть эту партию вдруг магнус карсон не только заиграет на выигрыш но и может не одержать победу все-таки слон получше коня таковой в первое впечатление ну может было сыграть конь f3 атакует слона но тогда слон е7 взять и взять и и какие-то проблемы у белых остаются так как заблокировать черные пешки невозможно король черных централизован и все-таки у белых похуже сергей играет f3 ход который показался поначалу не очень правильным но видимо класс карякина все таки здесь себя проявил понимание шахматы что могут сделать черные они могли сыграть конечно слон е3 тогда конь h3 вот этот ход очень трудный для нахождения конь стоит на поле где он словно бы отрезан то есть слон его вырезает как принято говорить никуда конь не может вот просто так отступить d4 лучших вот за черных взятия слон бьет d4 развязывается так сказать выпускается конь на пока висит пешка поэтому b3 король f6 и что важно белые не могут перевести коня через поле f2 если бы этот ход был возможен то позиция была бы мертвой ничейной белых бы точно не было хуже может быть даже лучше но случай хода кони f2 они белый попадают в безнадежный в проигрышный эншпиль пешечный король g5 король g3 а5 это самое жесткое продолжение чтобы наверняка выиграть борьбу за темп например а3 b5 ну скажем b4 a4 ход за белыми и черный король легко занимает поле f4 затем двигается пешка же и за счет суксванга черный выигрывает пешку и а вместе с ней и партию то есть кони в 2 здесь было бы невозможно нужно играть а4 и здесь вот ну белые в общем-то держится хотя и на соплях если сыграть же 5 тоже у него пожалуйста меняйтесь король не попадает черных на же 5 и на пешке совершенно ничейный а если играть король е6 уповая все-таки на то что кони в 2 белые сыграют тогда король е2 и ничего черные не добиваются потому что ну что белые сделали ход в центру а черный король стал на е6 вернется он на f6 ничего страшного не случится с белым даже король d3 может быть можно сыграть короче позиция как ни странно здесь получается ничейная равная почти если белые конечно грубо не зевнут не ошибутся не перейдут в перчатые окончания b5 играет магнус карсон это жестче видно что он действительно играет на победу но вот в этой борьбе на победу в позиции равны объективно он чуточку не так сказать прошел точку не невозврата а прошел через банеку прошел через опасный момент можно сказать по лезвию бритвы держу в случае хода опять лучшего черные сохраняли хорошую игру ну белые наверное тоже конечно не испытывали никаких трудностей но того что вы видите сейчас не получилось бы а сразу магнус двигает пешку же исходя из того что пешка c3 сковывает белого короля коню трудно бороться с проходной король черный через f6 может подключиться короче вот вот я магнус перехвачу инициативу и попытаюсь обыграть своего соперника ну смотрите король c2 и со слоном приключается беда если слона 1 такой не 2 и потом король b1 а после слова на 3 следует b4 если черный сыграли бы же 4 то просто проиграли бы важно что что не король b3 играют белые и заслон c1 а конь и 2 отнимая поля c1 у слона соперника g3 это капитуляция просто отдача пешки например на король даже следует король b3 слон черных проигрывается а вместе с ним со слоном черный проигрываю эту партию поэтому единственный ход здесь опять именно его и сделал магнус карса весь важный момент и сыграть здесь конь е2 пытаясь переставить ходы и уповать на взятие на b4 тогда король b3 и белые выигрывают слон теряется поля c1 отнята если g4 тогда взял на b4 черные ничего не успели на g3 следует слон бьет a3 а иначе слон забирается тем или иным способом белые выиграют партию а если сыграть bc отдав слона в лучшей редакции ну взяли слона и все равно белый подходит к пешкам черных забирают одно из них у них будет конь за пешку и легко выигрышные позиции и в этом варианте но почему так не поступил сергей каретин почему за этот момент вот здесь он не сыграл какой едва потому что он сыграли бы а4 и сон на а3 остается очень активной хорошей фигурой и он фактически не позволяет белому королю заняться каким-то активными операциям должен проводить слона конем этого страна не достать а пешка же живая и черный король сыграет на f6 потом надвинут пешку же все равно ничья на самом деле но не с позиции силы для белых король b3 сыграл сергей карякин теперь разумеется слон c1 нельзя повторюсь брать на b4 делать этот внешне естественный ход по причине конь е2 и все и черные проиграли тот самый вариант который мы видели а солнце один спасает спасает хотя у белок появляется проходная пешка парень а такая грозная опасная и так далее но ученых своя проходная по линии же можно сыграть конь g3 это не приводило к победе белых хотя ставила перед черными некоторые проблемы там король c6 все равно черные держатся не буду показывать деталях чтобы могло случиться ничья все-таки c4 сыграл карякин здесь все гораздо проще потому что забирается пешка на b5 меняются пешки пешка опять отбирается правда белые вправе вот таком вот варианте что и случилось в партии остановить королем пешку черных а затем используя то что у них осталось еще одна проходная который черный король заберет пешку на 2 так вот белые успевают в такого рода вариантах отобрать пешку стоящую на поле и 5 но а всего лишь одна пешка на доске всего лишь одна пешка лишняя пешка у белых ну и понятно что выигрыша быть нет и быть не может король и 3 сыграл магнус карсон он дает понять что не собирается отступать никуда страном легко очень держится ничья сергей сразу взял на f6 и здесь это самое ничья была зафиксирована ну на мой взгляд очень интересный такой захватывающий по своему поединок тем более что соперники не допускали никаких грубых ошибок партия держала в напряжении всю так сказать интернет аудиторию а большая часть из которой я имею ввиду шахматную интернет аудиторию мира большая часть из которой следила за развитием событий в этой партии тем более что в других поединках первого игрового дня то есть сказать первого тура третьего игрового дня вот так вот конечно надо говорить ничего по-настоящему интересного не было хикару накабура также сыграл ничью то есть он продолжал после этого делить первое второе место с сергеем карякиным а магнус карсон первое второе место с весле сова который также сыграл ничью но о том что происходило дальше и как закончились сражения на вот этом предварительном круговом турнире по итогам которого будут сформированы пары 1 4 финала вот об этом мы поговорим попозже вечером ну а пока до свидания играйте в шахматы в шахматы